привет алексей привет денис привет тюмень ну ладно раз тогда с места в карьер расскажи про плюсы и минусы своего но сейчас уже наверное родного города ну на самом деле мне немножко сложно сравнивать именно с тюменью сейчас поскольку в тюмени я не живу с 2010 года последний раз я там был в 2012 году и я знаю что за это время тюмень значительно изменилась причем как так и понимаю в лучшую сторону яндекс иллюстрация по моему не называют но как которых при яндекс карта посмотрел то место где живу это улица мельник где жил точнее это улица мельникайте в районе гибермаркета южного смотрю там вообще уже такие изменения там отстроили как-то называть мост или эстакада как его правильно ну то есть тюмень видно что заметно изменилась а в том числе я наблюдаю что в различных рейтингах тюмени показывает хорошие показатели вот ну если все-таки попытаться вспомнить что было для меня в тюмени что ну что я помню как она не запомнилась и что сейчас краснодаре то ну первое конечно конечно же климат мы с тобой начали с этого и в общем то это действительно такое такой заметный момент поскольку здесь лето очень жаркая порой просто жаркая настолько что неимоверно то есть температура может доходить до 40 градусов и и стоять так очень долго и даже ночью это может около 30 держаться вот то есть лето бывает очень невыносимое для человека который бывший сибиряк как говорилось сибиряк это вообще-то не тот кто мерзнет кто-то хорошо одевается но тем не менее мы все таки не привыкли к такому жаркому жаркой погоде вот это один момент второй момент это то что зимой происходит то есть бывает такое что зиму практически нет вот в этом году выпадал снег может быть один раз и он достаточно быстро растаял и здесь это конечно воспринимается не очень так скажем позитивно поскольку если мы в тюмени привыкли хотя кстати слышу что сейчас у вас тоже там бывают такие теплые зимы вот но если мы привыкли все-таки что зима это кругом так такая белизна все может сверкать более ясный день то здесь получается что кругом такая серости еще если дожди идут что достаточно часто бывает в осенний зимний весенний период то ну достаточно мрачно бывает так и я знаю что некоторые в том числе сибиряки уральцы они для них тяжело было жить в таком климате они пожив здесь краснодарском крае они возвращались и либо либо обратно к себе либо более такой регионы более такого мягкого крым климата скажем так вот это что касается погоды краснодар если говорим именно краснодаре это город огромных пробок очень огромное количество людей переезжает как и сибири с урала с других регионов россии и каждый год примут заметно как усиливается поток и некоторые уже сравнивают краснодарские пробки с московскими город изначально он не был приспособлен для этого то есть это были маленькие улочки которые сейчас практически невозможно расширить что касается там мостов например то их строительство естественно занимает огромные деньги а у местного бюджета таких денег не более того бюджет краснодарского края он дотационный то есть его софинансирует федеральный центр вот но в целом конечно же тот уровень сервиса тот какой-то позитив которые здесь есть в том числе вот за счет огромного количества солнца шикарной природы нахождение моря рядом то есть от краснодара до моря 100 километров можно заехать доехать за два часа если конечно вы там не едете субботу утром когда огромное количество краснодарцев выдвигает туда потому что субботу утром и в сторону море воскресенье вечером со стороны моря трасса превращается почти в одну сплошную пробку но это в летний период когда краснодарцы едут на выходные вот ну то есть вообще для меня например тюмень была тоже такое мрачные в плане природы здесь с этим все хорошо и для меня это например для моего код психологического состояния это все равно намного лучше то есть при всех тех минусах которые есть связанные там с пробками с жарой или со слякотью серостью такой в зимний период для меня здесь как-то намного более комфортнее в том числе по уровню возможности своей самореализации